Мультик «Холодное сердце» стал настоящей сенсацией в 2013-ом. Эта история о двух сёстрах и о бесконечной зиме заслужила признание по всему миру и стала кассовым хитом. Теперь же ожидаемый во всём мире сиквел запланирован на 27 ноября 2019-го, и студия держит рот на замке по поводу деталей, однако некоторые всё же просачиваются через трещины во льду. Вот основные слухи и спойлеры, которые гуляют по сети. И снова вместе Это был бы другой мультик, если бы в нём не было Эльзы и Анны. Актрисы, стоящие за их голосами, и Дина Мензелл и Кристен Белл, вернутся в сиквеле. Надо сказать, что они уже записали большинство своих фраз. Возлюбленный Анны, Кристофф, тоже вернётся в дело, а это значит, что Джонатан Грофф снова будет его озвучивать. Забавного снеговика Олафа снова озвучит полюбившийся фанатом Джош Гатт. Алан Тьюдик, чей голос принадлежит Дюку Варавскому, тоже вернётся в строй. Причём Тьюдик участвовал не только в этом проекте. Его голос можно услышать в Ральфе, Муане и Зверополисе. Он сказал в SlashFilm, что вернётся, но пока ещё не уверен, какого персонажа он будет озвучивать. Надеемся, что его. У Эльзы будет девушка? Некоторые фанаты объединились и просили добавить в сиквел возлюбленную девушку для королевы. Со-режиссёр и сценарист Дженнифер Ли немного обнадёжила фанатов, сказав «Мы много говорили на эту тему. Посмотрим, к чему это приведёт» А когда Эдина Мензел появилась на шоу Таллера Окли, она подкинула идею, в кого она могла бы влюбиться. – Ты не можешь помочь, с которым ты имеешь связь. – Чинкер Белл? – О, Чинкер Белл. Это красиво! Более глубокие отношения сестёр Для подготовки к продолжению Дженнифер Ли написала целый журнал о сёстрах. Более того, она ходила к психоаналитику, чтобы лучше раскрыть отношения Анны и Эльзы для подготовки к бродвейскому мюзиклу, так что эта тема проработана хорошо. Кристен Андерсон Лопес, которая писала песни, говорит, что их отношения будут отражены в новой музыке. Она сказала Variety Андерсон Лопес также обещает, что мы получше узнаем родителей Анны и Эльзы в предстоящем продолжении, а это говорит о том, что в нём наверняка раскроются их причины запереть Эльзу и сформировать барьер между сёстрами. Некоторые слухи и теории предполагают, что мы узнаем о них получше, потому что они не мертвы. Однако по неподтвержденным сообщениям можно предположить, что они вернутся к нам во флэшбеках, и, если честно, это больше похоже на правду. Флэшбеки или воспоминания Анны и Эльзы. Веселье Эльзы На протяжении всего фильма, Холодное сердце, Эльза боится своих способностей и пытается понять, как сделать так, чтобы никому не навредить. Её путешествие таит в себе глубокую драму, поэтому не остаётся времени на более светлые моменты. Это поменяли в короткометражках Холодное торжество и Олаф и Холодное приключение, где была показана светлая сторона. Со-режиссёр Крис Бак сказал Фанданго, что любит создавать короткометражки, потому что над ними проще смеяться. Он добавил, что сиквел пойдёт по тому же пути, и мы получим больше раскрытия персонажей в следующем фильме. Нам понравилась драма Холодного сердца, но посмотреть на более тёплые отношения на фоне шуток было бы неплохо. Скрытый народ В Холодном сердце Анна и Эльза встречают народ благородных троллей, которые помогли им понять магию. Но в бродвейской версии на сцене опустили мелких троллей и добавили новую группу персонажей – Скрытый народ. И он всем понравился ничуть не меньше, поэтому возможно, что они переберутся со сцены на экран к следующей части. Со-создатель песен Кристен Андерсон Лопес сказала Variety «Мы очень много думали над Скрытым народом. Это всё, что я скажу» Странная магия Холодное сердце 2 – пока что предварительное название, но, судя по слухам, продолжение может называться Холодное сердце – странная магия. Дисней зарезервировал несколько сайтов с названиями Странная магия, что лишь говорит в поддержку этой теории. К тому же этот термин использовался в мультике. – Странная магия уничтожена в этой мультике. – Теперь мы должны обеспечить этот близард! Вполне вероятно, что Дисней хочет назвать мульт более артистично, нежели просто Холодное сердце 2, а Странная магия выглядит надёжным решением. Но, само собой, придётся нам подождать анонса.